Всем добрый день! Сегодня я хочу с вами поделиться своей последней покупкой, сделанной на сайте озон.ру. Это солевая лампа скала. Сделана она, как уверяет нас производитель Wonderlife, как вы можете видеть, из пакистанской розовой соли. Здесь у нас 2-3 килограмма. Кстати, можете зайти на их сайт wonderlife.ru и посмотреть на приборы, которые выпускает данная компания. Здесь вы можете видеть, что написано. Вес лампы составляет 3-4 килограмма красного оттенка. Дальше вы можете видеть, какая лампочка необходима для включения и, соответственно, освещения данной лампы изнутри. Срок службы 5 лет. Изготовитель Wonderlife. Ну, и написано, естественно, что это город Москва. Лампа эта очень тяжелая, честно говоря. Она кажется такой легенькой коробочкой, но на самом деле она достаточно весомая. Сразу хочу сказать, что также приходит инструкция по эксплуатации для солевой лампы Wonderlife различных моделей. Здесь у нас написано, как ухаживать за лампой, а также, собственно, мощность лампочек, которая необходима. В общем-то, такая памятка по эксплуатации и использованию данного прибора. В комплект у нас входит сам штепсель, проводок с переключателем. Также лампа была хорошо упакована в пупырчатую пленку. И, конечно же, очень приятно порадовало, что данный брусок также упакован в слюду. Сейчас я ее сниму и протестирую вместе с вами эту лампочку. Кстати говоря, хочу сразу сказать, что лампа поставляется вместе с плафончиком, так сказать, с лампочкой. Вытаскивается все очень просто. Вам нужно просто потянуть вот за этот краешек, удерживая ушки. Вот такая вот лампочка, как вы можете видеть. Итак, я уже подключила лампу к сети. Очень меня радует, что здесь есть переключатель, то есть лампа включается сразу не от тока. И давайте же посмотрим. Хочу, кстати, сказать, что вот данная подставочка выполнена из натурального дерева. Здесь есть специальные такие выемки, куда можно ставить проводочек, класть его, чтобы удобно лампа стояла на поверхности. Но сейчас я пока не буду ее, скажем так, ставить. Давайте посмотрим все-таки, как она светит. Вот. Сейчас, конечно же, камера на телефоне не очень, скажем так, передает действительно хороший такой свет. Я, честно говоря, хочу сказать, что вот сейчас, именно в таком положении, вы видите настоящий природный цвет этой лампы. В соляных пещерах, к сожалению, я не была, хотя мне очень хотелось попасть. Но я нашла альтернативу данному решению. Это покупка соляной лампы домой. Конечно, очень многие пишут, что на самом деле эта лампа просто как элемент декора, ничего большего, никаких функций она не выполняет. Но многие сводят информацию к тому, что необходимо соль просто большего размера, да, там от 9 килограмм и выше. То есть, это как, можете представить, что если этот брусочек 3-4 килограмма, то представьте себе такой же брусок в 2 раза, а то и в 3 больше. Вот. Но на самом деле все зависит от того, во-первых, где у вас стоит эта лампа, какой воздух у вас в комнате, где вы находитесь, да, все, в общем-то, зависит от многих факторов. Также я вам пока ничего не могу сказать про эту лампу. Надеюсь, что она будет эффективно работать не только как ночник, но и именно как полезный инструмент. Почему я решила ее приобрести? Для тех, кто еще не знает, но я постепенно выкладываю ролики со своего отдыха. Дело в том, что не так давно я заметила, я живу в большом, во-первых, мегаполисе, для тех, кто не знает. Вот. Экология, конечно, тут не на высшем уровне, спасает, конечно же, парки, выезды на природу и вообще, в общем-то, за пределы столицы именно города Москвы. И что хочу сказать, что когда я приезжаю, допустим, на море, да, ну, либо в горы, неважно, у меня первые два дня такое ощущение, что у меня болит горло, забита носоглотка, и я начинаю разговаривать именно, знаете, такое с хрипотцой. То есть такое ощущение, что я курила какие-то сигары, причем очень долго, и, ну, то есть это прям вот очень сильно прослеживается этот нюанс. Вот. Но, как показывает практика, через два дня, находясь уже, допустим, на море, это все проходит. Такая же система обратной связи возвращается, когда я приезжаю обратно в город. То есть я не знаю, с чем это связано, возможно, это связано с тем, что я живу в мегаполисе, да, в крупном, с тем, что я, бывает, иногда курю сигареты. Вот. Но не могу сказать, с чем конкретно, но надеюсь, что данная сливая лампа послужит мне именно как профилактический такой вот, знаете, сеанс терапии. И еще я все-таки подумываю о том, чтобы приобрести себе такую чашу, куда можно наливать аромамасла, включать прекрасную музыку и расслабляться. Когда-то давно очень, когда я отдыхала в санаториях, в детском, в детском санатории, у нас был там сеанс ароматерапии. И, знаете, вот, не знаю, возможно, кто меня смотрит, слушает, возможно, тот сам просто был на этих сеансах. Это просто потрясающе, когда ты приходишь, там очень вкусно пахнет в комнате, ты сидишь на кожаных креслах, включает просто прекрасную музыку, после чего ты идешь пить там травяной чай. В общем-то, ну, вот эта вот технология советского, скажем так, оздоровления, да, она во многих санаториях, во многих центрах все так же осталась. Вот, и, конечно, я вспоминаю об этих моментах с большим удовольствием. Вот, так что, кто знает, может быть, после такой соляной лампы я обращусь и конкретно к ароматерапии. Вот, что хочу сказать про саму лампу. Это видео больше, конечно, про болталку, так что, если кому не интересно, отключайтесь. Лампа, как я уже сказала, весит 2-3 килограмма. На вкус я еще ее не пробовала, но собираюсь это сделать. Вот, конечно же, да, чтобы понять, действительно это соль или нет. Но многие из вас знают, что есть такая соль, которая тоже розовая, да, выпускает известная, по-моему, фирма Salt. Вот сейчас не вспомню точно. Это пищевая именно соль, ее можно употреблять в пищу, класть в продукты и так далее. Вот, собственно говоря, хотела бы задать вопрос читателям, слушателям, да и просто зрителям, гостям моего канала. Но скажите, пожалуйста, кто использовал вообще вот такие вот, ну, во-первых, вопрос первый, да, это про соляные пещеры. Все-таки я знаю, что деткам очень помогает. Но у меня все-таки вопрос про взрослых, кто ходил в такие места, кто может поделиться действительно своим опытом, поделитесь в комментариях. Кто покупал себе такие соляные лампы, тоже, пожалуйста, отзовитесь, помогают они вам или нет. И все-таки интересный вопрос, может быть, кто знает, на каком расстоянии от, допустим, кровати, да, необходимо ставить данную лампу. Ну что ж, надеюсь, покупочка себя оправдает, будет услужить мне долго и счастливо. Вот, ну, а всем я вам хочу пожелать самое главное здоровья. Вот, и всем хороших выходных. Всем пока-пока.